Но никак не могут понять, как это сделать. Додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это вот не мы довели, а наши партнёры, оппоненты до этого довели. Ну, хорошо, теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы же не отказываемся. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Это бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы. Всё это рано или поздно, всё равно мы договоримся. И вот что, знаете, что может даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит? Всё равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. Совсем приведу необычные примеры. Вот на волевое происходят боестолкновения. Конкретный пример. Вот сейчас, секундочку, конкретный пример. Украинские солдаты попали в окружение. Это конкретные примеры жизни, боевых действий. Наши солдаты им кричат, шансов нет, сдавайтесь. Выходите, будете живо, сдавайтесь. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат, русские не сдаются. И все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны. И все думают, что на Западе, думают, что вот боевые действия навсегда растащили вот одну часть русского народа в другую. Нет. Воссоединение произойдёт. Оно никуда и не делается. Почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу. И никому не удастся её разделить. Закончим? Или что-то ещё? Нет, это всё. Спасибо большое. Спасибо большое, господин президент. Путешествуйте без ограничений. Мы заботимся о каждой детали.